Всем доброе утро! Я начинаю новый влог. Девочки, я вчера приехала от дочки, но у меня вчера были, в общем-то, какие-то дела нужно было неотложные сделать и отдохнуть нужно было, поэтому я вчера ничего не делала, не готовила. Сегодня я уже проснулась и нужно мне приготовить себе что-то поесть. В общем, я достала и разморозила уже фаршик свиноговяжий, покупала готовый. У меня есть еще в холодильнике кабачки, баклажаны, помидоры, болгарский перчик и, в общем, я сейчас хочу вот это все приготовить в мультиварке, потушить и сделать типа овощного рагу с мясом, либо это что-то будет у меня типа соуса, в общем, что-то такое получится. Так как жарко, вообще, когда жара, я люблю, конечно, готовить в мультиварке, потому что над печкой стоять не надо, перемешивать ничего не надо, готовится тихонечко все, пар не идет, жара не беспокоит. Вот, сейчас уже утро, вот уже, в принципе, 11 часов утра, но уже жарко и уже нужно включать сплит. Вот, ну и так как я устала, конечно, я хочу отдохнуть и полежать, посмотреть телевизор, что-нибудь сейчас выберу, какого-нибудь сериальчик посмотреть, успокаивающий, знаете. Вот, ну и сейчас я быстренько все это нарежу, все это приготовлю и закину в мультиварку и поставлю на режим тушения. Девочки, ну, в общем-то, что мне понадобится? Ну, вот здесь примерно полкило фарша я уже отправила в мультикухню. Парочка кабачков, парочка синеньких, болгарского перчика, два лучка и помидорчик. Дальше у меня будет вкусная соль, перец вот такой я брала, ну, любой перец, немножко растительного масла и в конце уже зелень добавлю. В общем и все. Сейчас включу режим жарка. В фарш я добавлю сразу лук, буду жарить вместе с фаршем. 10 минут обжарка и потом уже вот это все как раз порежу кубичками и закинул в мультиварку. Все, девочки, фарш с луком обжарились. Я тем временем нарезала все овощи в миску в одну и сейчас я эти овощи отправлю туда в чашу. Все, девочки, я сюда все насыпала, а сейчас я хочу, пока не добавляя воды, вообще, хотелось бы, чтобы воды было как можно меньше. Ну, единственное, что я добавлю, буквально, наверное, вот полстакана, даже вот чуть-чуть, чтобы на донышке была вода, чтобы точно я знала, что оно не пригорит. Но я хочу, чтобы вообще овощи пустили свой сок и уже все в собственном соку тушилось. В общем, ставлю режим тушения на час, закрываю крышку, посолю я и поперчу попозже, лавровый листик тоже позже кину. Девочки, прошло уже 30 минут, я уже только что посолила, поперчила, зелень нарезала, лавровый лист положила и, в общем, все. Вот, смотрите, сколько у меня тут получается бульона, немного густое, то, что я хотела как раз. Ну, в общем-то, и все. Я думаю, что еще минут 10-15 и можно уже выключать. И дать ему еще минут 15 настояться. Ой, в общем, выглядит все очень аппетитно, уже не терпится покушать. Ну вот, вкусняшечка моя готова и мне уже не терпится это скорее попробовать. Пахнет очень вкусно. Всем доброе утро, мои хорошие. Девочки, сейчас я собираюсь пойти искупаться. И вот это новое средство Фаберлик, которое я показывала вот в предыдущем видео на обзоре, я взяла первый раз. Это японские вот средства, или средства, как правильно, не важно, для волос. Они есть разные, но меня заинтересовало больше всего вот этот кондиционер очищающий. То есть им можно пользоваться и как вместо шампуня. Сейчас я просто пойду, голову помою и искупаюсь. И потом приду, вам покажу, что у меня на голове и расскажу, какие у меня были ощущения при этом мытье. Вот. Так что вот сейчас я это дело вскрываю. И сейчас понюхаю, интересно. Ну, запах как будто лотоса, что-то такое. А он лотос, по-моему, и называется, да. Ну, ладно, девочки, все, пошла тестировать для вас. Ну, вот, девочки, я и помыла голову. Волосы чистые и пушистые. Ну, как видите, все прекрасно, все прекрасно. Кондиционер, как кондиционер, хороший. Ну, вообще, честно говоря, когда я только выдавила его сначала, во-первых, он такой консистенции, как крем. Вот выдавливаешь, как будто крем на руки. Я сначала размазывать его, распенивать. Оно, во-первых, не распенивается. Я еще добавила. В общем, нанесла на все волосы, как-то там что-то там поделала, движения какие-то руками. И, в общем, думаю, ладно, смою. И начало, когда смывать, оно тогда только начало распениваться. Ну, потом я еще второй раз нанесла, чтобы уже наверняка, второй раз тоже вот оно как крем, но уже получше намазывается. И потом смываешь, оно распенивается. В общем, не знала, какой будет результат. Но, во всяком случае, результат мне нравится. Да, волосы такие вот пушистые, хорошие волосы. Все. В общем, меня устраивает. Единственное, что непривычно, конечно, что не распенивается. Привыкла, что нужно распенить. Вот. Ну, все, девочки, протестила. Что еще я собираюсь дальше делать сегодня, девочки? Готовить ничего не буду. Дочка мне позвонила вчера. Мы с ней пообщались. И, в общем, договорились, что завтра я к ней поеду. Ну, послезавтра она уезжает с Денечкой на неделю. Куда она уезжает, она вам сама расскажет. Ну, а я буду с кошкой находиться у нее дома. В общем, думали, кошку сюда забрать или туда. Но все-таки я решила, что лучше я отправлюсь туда. Ну, да. Во-первых, там есть еще что поделать. Пока ее не будет, пока не будет ребенка, я спокойно смогу еще поделать какие-то дела там, которые вот по дому нужно. Но с ребенком иногда это неудобно. Ребенок все-таки отвлекает и везде лезет. Но иногда нужно, чтобы не мешал. Вот. И какие-то дела там еще поделаю. Что я там буду делать, я еще, может быть, поснимаю, посмотрим. Это будет видно. Ну, а мне сейчас нужно собрать вещи. Что мне нужно с собой взять, подумать. В общем, короче, сейчас начну вот этим и заниматься. Девочки, зашла я в пятерочку. Взять себе что-нибудь вкусненького. И за хлебом, собственно. Вот этот вот Наполеончик мне нравится. Ну, не могу удержаться. Что поделать? Беру. А есть еще арахис, мега арахис. Но я, в принципе, сам орех арахис не люблю. Поэтому я не буду этот брать. Ну, вообще, все вот эти пироженки очень вкусные. И сестре моей понравились. Ну, просто я сам орех арахис не люблю. Поэтому не буду брать. Другого десерта сегодня у нас тут нету. Я еще люблю вот эти вот пирожные, вот эти корзиночки. Вкусный крем, песочные корзиночки и вишня. Вот такой тортик был на день рождения у дочки. Вот такие корзинки иногда тоже беру. Но сейчас не буду брать. Девочки, мой любимый торт Наполеон. Я их уже несколько раз брала. Я не знаю, вот такой вот Наполеон я сама съедаю дня за три, за четыре. Ну, не могу. Если будет возможность у кого-то, ну, вот возьмите, попробуйте. Я смотрю, появился торт Сникерс. Ну, этот Наполеон другой фирмы. Ну, других разных я пробовала, как бы не очень. Вот этот Сникерс, ну, может быть, я взяла бы в другой раз. Но сейчас не буду, потому что я уезжаю. Вот такие панировочные сухари я обычно беру. Они мне нравятся. Недорого стоят, 12 рублей. Ну, вот я уже сколько раз брала, они меня устраивают. Буду ж у дочки отбивные делать, вот такие сухарики возьму. Вот появилась моя любимая овсяночка. Ну, вот это со сливками, а вот это без сливок здесь калорий меньше. Поэтому я беру такую на воде без сливок. И цена меня устраивает. 10 пакетиков с разными вкусами. Все время беру такую, мне нравятся. Еще я взяла батон со трубями. Аютинский, тоже вкусный. И, кстати, в холодильнике очень долго этот хлеб хранится. Вообще до двух недель не пропадает. Всем привет, девочки. Всем добрый вечер. Я вчера с магазина пришла. И что-то так устала, легла и уснула. И все. Короче, утром проснулась. Тоже что-то какая-то помятая. В общем, не стала ничего снимать. Приехала к дочке. А тут закрутилась я. То дочка сначала спала, я шуметь не хотела. Потом я готовила, дочка начала снимать. В общем, пока она там снимает, она собирается в поездку. Хочет быстрее для вас видео наснимать. Смонтировать, чтобы уже видео выходило своевременно. Ну, а я завтра уже их, как говорится, провожу. И останусь тут сама. Вот тогда уже я с вами и наобщаюсь. Вот Денечка пришел. Начал тут тоже шуметь. Никаких условий для съемок нету совсем. Вообще. Так все же. Ой, вы мои хорошие. А представь, да? Да, это смотри, вот здесь получается в сумме 11. И здесь в сумме 11. Да, это я уже знаю. Классно. Вот эта игрушка прикольная. Деньке нравится. Он уже играет сколько времени с Икс Прайсом. Да. Классная штука. Ты хочешь, чтобы бабушке еще с тобой хотела? Деньке, стрижка моднячая. Да, Денька, ты модный парень? Да, да, я модный парень. Скажи, я модный. Я модный. Молодец. Так, ну у нас тут уборочка, не обращайте внимания. Бардак везде. Уборкой занимается дочка. Я пришла, я тоже помогаю убирать. Я вообще пришла за пакетом, чтобы я там разгребла. Куда вы уезжаете завтра? Мы едем в Москву, к любимому, к подруге. Все сразу, по магазинам. Так, все ясно с вами. А маму, значит, на кошку. Не, кошку на маму. Маму на кошку. Маму на кошку оставляете, да? Да, мама Чори, кстати, я попросила, чтобы она осталась у меня дома. Посмотрела за кошечкой. Ну и вообще, я думаю, что что, приятная обстановка. Будешь кухней любоваться, будешь готовить на ней. Кайфоват. Ну, это я, в общем-то, сама тоже подумала. Не, мы подумали на самом деле, решили, что лучше кошку мне или мне сюда. Но я так подумала, лучше я сюда, чем кошку мне. Конечно, конечно. А я только рада, что я оставляю все самое дорогое на самого дорогого. Ладно, давай. Так, пошли, пошли. Всем доброе утро, мои хорошие. Мои еще спят пока, 7 часов утра. Я уже проснулась. Сижу, комментарии читаю ваши. Сегодня вообще очень уже такой будет день. День Икс. Сегодня мои собираются в поездку. Сейчас они пока, пусть пока поспят, поспятся в дорогу. И потом уже проснутся. Дочка кофе попьет и уже начнет собирать вещи. Вот. Я вот этот влог начала. Честно говоря, у меня совершенно нет времени его снимать. За какой-то вот суетой. Не знаю. Нет времени даже взять камеру в руки и что-то поснимать. Поэтому такой вот, девочки, сумбурный у меня влог получается. Но я уже этот влог закончу. Когда они уедут и новый влог начну, что я буду делать без них тут. Ну, без них я порядок сначала наведу. Как мне удобно, чтобы мне было все там, чтобы я знала, где что искать. Что-нибудь подготовим на новой кухне. В общем, посмотрите в следующем влоге, что я буду тут делать, когда дочки не будет. Ну, а пока вот такой вот сумбурный влог. Я проснулась, кошка проснулась и ходит, орет. Она ходит то под дверью, орет, то я в туалет ее запру, она там орет. В общем, короче говоря, я стараюсь так, чтобы она дала ее поспать. Потому что сейчас проснется Денни. Но дочка еще поспит может. А может и нет. И начнется. В общем, кошка раньше всех просыпается, начинает всех будить. А у нас сегодня так вроде пасмурно. Хотя дождь может быть, а может не быть. Вроде бы небольшой дождик обещали. Может быть пойдет. Ну, ладно. Потому что душно, пусть лучше дождик пройдет чуть-чуть. Вот. А что я в комментариях читаю? Дочке я помогаю, девочке помогать буду. А кто еще, как не я, поможет. Поэтому помогать надо своим ближним. Тем более, мне это не составляет особого труда. А то, что я устаю, я всегда устаю. Независимо от того, делаю что-то для себя или для дочки. Я просто устаю. Поэтому мне нужно просто что-то поделать, отдохнуть. Что-то поделать, отдохнуть. Я вот так делаю всегда. Девочки, вот вы меня спрашивали. Почему я не завожу котенка? Не хотела ли бы я котенка? Вот такой вопрос у меня. Вот не хочу, девочки. Я сейчас уже третий час воюю с Милкой. В 6 часов утра дочь ее выпроводила из комнаты, где она спит с ними. Но она начинает утром просыпаться и начинает уже там прыгать, скакать, кусать, будить Денни. Ну, короче, будить их. Вот она выпускает ее из комнаты, закрывает дверь. И вот эта Мила тут ходит и орет. Она уже третий час. Я ее покормила, уже водичку дала. Она подходит к двери и начинает орать. Я ее в туалет запираю. Она в туалете орет. Выпускаю, ругаю. Никакой дрессуре она вообще не подвергается. Она мне уже вымотала все нервы, честно говоря. Я не хочу, чтобы она их разбудила раньше времени. И поэтому я-то проснулась, ладно, я уже выспалась нормально. Но вообще, конечно, когда кошка ходит и орет, меня это, честно говоря, просто выбешивает вообще. И ничего невозможно. Вот она хочет туда, в эту комнату попасть, и все, хоть ты тресни, упертая до невозможности. Слышите? Орет. Сейчас я выпущу, посмотрим, что она будет делать. Ну что, крикливое создание. Что тебе надо? Что ты вот кричишь хочешь? Объясняй. Объясняй моим подписчикам. Пойдем в комнату. Пойдем. Пойдем. Давай, иди сюда поговорим. Давай. Так. Вот, сядь, посиди, угомонись. Угомонись. Вот она вот так сядет, посидит. Нет, ей что-то, что-то ей не мется. Не мется. И она потом опять идет к двери, и опять начинает орать. Вот это морда. Вот это вот морда противная. Дредные, непослушные. Не подлизывайся. Не подлизывайся. Сядь и сиди. Вот интересно, долго она высидит, посидеть вот так, просто спокойно. Так, пооблизывалась, присела. Ну, подождем, посмотрим сейчас. Я уже сколько раз пыталась ее положить, посадить, чтобы она рядышком со мной и погладить. Нет, она все равно выходит и идет. И пошла. Ну-ка, ну-ка. Ну, вот так, вот. Все, опять давай орать, да? Что ты хочешь, милая? Что ты хочешь? Что тебе надо, вот скажи мне? Чтобы ты не орала, что надо тебе? Я уже тебе говорила, посиди, поглажу тебя. Кусаться вот не надо. Нельзя. Нельзя кусаться. Так, водички решила попить. Ну-ну. Хитрая стоит, смотрит. Смотрю я на нее или нет. Ну-ну. Ага, значит, если я на тебя смотрю, тогда ты не мяукаешь так, что ли, понимать тебя? Знаете, что я сейчас буду ругаться, значит, она молчит. Раз я на нее смотрю, да? Значит, она молчит. Короче, хитрюга. Хитрюга. Как я начала снимать, значит, она сразу раз. И все. Пай девочка такая, да? Присела. Ну, посмотрим, ладно. Насколько тебя хватит. Присела. Хитрая такая. Хитрая, хитрая кошка. Чего ты орешь, милая? Вот чего ты орешь? Чего тебе надо? Делает вид, как будто она тут не придела, да? А, и смотрит, смотрю я на нее или нет. Я тебя ругаю, милая. Нельзя туда. Нельзя. Нельзя. Займись чем-нибудь другим, а? Лучше с ней делать, а? Что ты все утром милер вымотаешь? Чего тебе не посидится, не полежится, не поиграется? Спокойно, нет? Нет, прям туда. Оттуда нельзя, вот, например. Нельзя и все. Что теперь? Нельзя туда. В общем, короче говоря, что тут говорить. Вот так вот все утро и проводим. Мягко это ходит под дверью. Ты че меня кусаешь, а? Ты че меня кусаешь? Нельзя. Нельзя. Мила. Мне надо что, к акцерберу тут стоять на дверях, а? Все время. Я сказала, нельзя. В общем, девочке пришлось ее опять запереть в туалете. Не знаю, уже в десятый раз, наверное. Потому что это невозможно. Я не могу все время под дверью стоять и ругать ее, что она мяукает. Вот сейчас сидит в туалете и мяукает. А в другие места запирать ее нельзя. Потому что если запереть ее на балконе или где-то в другой комнате, она начинает там гадить. Уже было такое. Пробовали. Поэтому в туалет. Там где туалетница. Вот вышла, покушала, водички попила и опять в туалет. Вот будет сидеть там пока не проснется. Уже внук первый просыпается обычно. Вот вы мне напишите, кто, что может подсказать, что делать вообще. Вот что делать с пушкой. Я не знаю, чтобы она не орала так по утрам. И ее ругаешь, ее наказываешь. И это все бездейственно. Это никак не действует, не помогает. Я не знаю. Поэтому не хочу заводить себе. Зачем мне вот этот вот нужен кот, кошка. Что вот так вот мне орали, не давали спать по утрам. Прыгали по мне. Драли мебель и так далее. Вообще, честно говоря, вот у меня был кот когда-то давно. Еще дети когда были маленькие. Он такой же был крикливый. Он мне все нервы умотал. И уже когда вот я его отдала, я просто уже сама себе дала слово. Больше никогда заводить не буду животных. Это мучение для животного и для меня, я считаю так. Зачем оно нужно? Если бы был частный дом, частный двор, выпустил там во двор и пусть себе гуляет. А когда в квартире, вот в этих стенах, в этих коробках, мне кажется, животному, наверное, все-таки, наверное, тяжело находиться. Тем не менее, несмотря, что здесь площадь большая, есть где разгуляться. Ну вот, животному что-то надо свое. Сытый, не голодный. Ну, что-то свое хочет и все. Вы не положь. А вот меня это не устраивает. Так что я уже прямо, честно говоря, с утра прям уже разозлила меня менька. И орет, и орет. Вы слышите? Орет, и орет в туалете. Мама, что ли говорит? Доча, ну давай хоть первый раз, белорученька. Ну, класс, непонятно. Я же тебе купила суперпростую вещицу. Ты же ни разу вот это не делала. Давай, протыкай мясо. Я правда ни разу не делала. Я просто молотком била в детстве. И что, просто нажимай? Просто клац, клац, клац. Паписка, мишка, мишка. И еще вот так? Или потери. Смотри, смотри. Вот так. Тын-тын-тын. Да, да, да. О! Видишь, как быстро она училась? Будешь? Нет. Не хочешь, не надо. Что это дает? Делает это все дырочки, чтобы мясо хорошо прожаривалось внутри. Разбиваются волокна. Ну, а теперь можно перевернуть и с другой стороны. А, но только до половины? Насквозь не протыкалось? Ну, насквозь протыкаться, но чтоб уже наверняка лучше сделать с двух сторон. Вот заставила мне работать. Ладно, надо, чтобы ты попробовала, знала, как это делается. Когда ты езжу? Долблю мясо. Вот хейтеры будут радоваться, скажут. Лянь, первый раз мясо отбивает. Раньше молотком все это делали. Все. Все равно рука устала. Все, молодец. Ну, я уже доделаю. Собирайся давай. А то проснулись. Тут, скорее всего, быстрее монтировать, выкладывать видео. Тут уже скоро собираться, выбегать надо будет из дома, да? Да. Да. Ты тоже. А ты отбивные тоже не любишь. Никто не любит отбивные, кроме меня. Поэтому никто не умеет работать отбивальщиком мяса. Поэтому никто не умеет приготовить, кроме тебя. Так, отбивнушечки посолила, поперчила, яйцо, сухари. И сейчас хочу протестить новую сковороду. Кстати говоря, наша плита, она зажигается, автоподжиг, путем нажатия. Я не знаю, дочка показывала или нет, как она зажигается. Вот, она зажглась, опускаю, убавляю сразу. Вот так, достаточно. И вот сейчас я хочу на этой сковородке все-таки пожарить эти наши отбивные. Я хочу чуть-чуть масла добавить, потому что, ну, чтобы были они немножко сочными, потому что если без масла жарить, тем более в сухарях, ну, они высушатся, будут сухие. Вот. Ну и все, как это я обычно делаю. Вы же знаете, вот яйцо валяло, в сухаре валяло. Сейчас сковородочка чуть-чуть прогреется и все на сковородочку. Немножко тут масло так размажем. Вот так будем. Будем вот так делать все. Ну вот, все я вложила на сковородочку. Газ убавила. И, в общем-то, я-то жарю их недолго. Но тут дело в том, что надо еще смотреть, чтобы они и пожарились, поджарились, порумянились, да, и не подгорали. И в то же время долго их держать нельзя, чтобы они были мягкими. Обычно я жарю 7 минут на одной стороне, 7 минут на другой стороне. И все. 15 минут, в общем, это максимум. Потом они просто начнут уже быть сухими внутри и жесткими. Девочки, ну, мясо потихонечку жарится. И кто переживал насчет запахов, я включила вытяжку на единицу. Ну и, как слышите, она вообще тихо работает. Даже вот запах жарки, вернее, запах, звук жарки, он громче, чем вот эта вот вытяжка. На единичке все она потихонечку всасывает в себя. И запахов на кухне нету. Ну, если нужно будет, включу на двоечку. Ну, пока не нужно. А как работает на двоечку, я вам сейчас продемонстрирую. На двоечку чуть громче, но тянет уже сильно. Ну, на тройку я вообще включать я не хочу. Тройку будет громче, но будет очень хорошо всасываться. У меня сейчас открыт балкон. Так что все прекрасно. Запахов нет, не переживайте. Девочки, вот эта вот сковорода Фаберлик, она какое-то интересное покрытие имеет. Смотрите, тут даже вот так вот раз салфеткой можно удалить, остальное помыть. Оно уже раз, потёр, уже меньше намного становится. И всё легко остальное отмоется. Она прям отходит сразу. Такое покрытие специальное. Ну, всё, отбивные готовы. Сковородка очень легко отмылась. Просто даже вот вообще губку взяла с моющим средством и всё. И сразу же всё отмылось под краном. Всё, даже там никакой посудомойки не надо. Хорошее покрытие. Вообще сковородочка Фаберлик. Мне прям понравилось. Я такую хочу. Ну, вот и всё, девочки. Мои уехали. Собирались уже, как всегда, в попыхах. Всё поразбросано. Ну, сейчас я это приберу. И всё, я сегодня буду отдыхать. Мне что-то сегодня уже нету сил ничего делать. Ну, конечно, я немножечко поприбираю и полики протру. Больше ничего не буду делать сегодня. Всё. У меня доча, когда собирается куда-то в дорогу, как будто бы торнадо пролетело, знаете. И она всегда так. Она такая всегда. Вот, короче, вещи собирали туда-сюда. Я вот тут собираюсь немножечко порядочек навести. Но не всё сразу. Здесь, конечно, вот разбросано. Тут у нас всё разбросано чуть-чуть. Тут надо будет тоже прибраться. В общем, короче говоря, объём работы понятен. Просто у меня на это время уйдёт. Я пока что только застелила постель вот чистую. Сейчас постель другую в стирку. На столе вот тут убрала. В общем, короче говоря, будем заниматься порядком. Ну, вот так вот сейчас. А потом посмотрите, как будет после. Ещё голову надо будет помыть. В общем, девочки, короче говоря, чтобы это видео не задерживать, я думаю, что я сейчас его закрою. Всё это уже приберу, искупаюсь. И потом начну новый влог. И уже увидите, покажу вам, как тут стало. И чем я буду заниматься в отсутствии дочки с внуком. Целую неделю я буду здесь. Даже и больше недели получается. В общем, короче говоря, уже узнаете в следующем видео. Заходите в следующее видео. Ну всё, мои хорошие. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Кто хочет, кто не хочет, не подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok